Мы находимся просто на железнодорожном вокзале, а напротив меня стоят детишки, как я понимаю, из музыкальной школы и занимаются благотворительностью. То есть они поют рождественские песни, кто их курирует, они ходят и собирают монетки на Рождество, чтобы другие дети смогли тоже пойти в школу, либо получить какие-то подарки. В общем, это очень круто. На обычном, даже не самом центральном лондонском вокзале происходит такое. Прям очень приятно. Прям очень приятно. В Великобритании мне очень нравится, что помимо архитектуры и всего прочего, проходят всякие волонтерские организации. Например, во многих супермаркетах вы можете взять бесплатно какую-то пищу. Это очень помогает как бездомным, так и студентам, я думаю, потому что очень дорого тут жить. И, соответственно, еда тоже все достаточно бьет по карману. Сейчас я на улице встретил интересного человека, который просто раздает вегетарианскую еду за бесплатно. Тоже такого рода себе благотворительность. Интересный момент, что многие же приходят со своими тарами, молодые девушки, например, и набирают. Наверное, он тут всегда стоит перед каким-то университетом или галереей. Невдалеке находится самый главный британский музей, где все очень дорого, и в кафе, и так далее. А тут написано «Хари Кришна». Благотворительная еда и очень вкусная, я вам скажу. Макароны, карри, рис. Вообще обалденно. Это стоит того вообще, чтобы приходить. Так, по идее, можно экономить в Лондоне. Каждый день просто приходишь и кушаешь в разных благотворительных штуках. Чтобы вы понимали, насколько важны такие вещи, такие перевозные тележки с горячей едой для Лондона, минимальная стоимость какой-то еды, которая вас сможет хоть как-то насытить, это 10 фунтов. 10 фунтов, если переводить наши деньги, примерно 1000 рублей. И представляете, 1000 рублей. И это только обед, там, завтрак или ужин, минимальный просто, который вас сможет насытить. Это пойдет как львиная доля денег в вашем бюджете. Я, например, сегодня уже думал, так, раз 10 фунтов на еду, значит, чего-то отказываться. Дамы и господа, мы к вами подошли к одной из главных достопримечательностей Лондона, а именно к музею естественной истории, где стоит здоровый-здоровый след динозавра Терекса. Если помните ночь в музее, то этот музей все об этом. Только там, если я не ошибаюсь, больше снимали в Нью-Йорке, хотя поговаривают, что я в Лондоне. Не знаю, надо будет еще полистать, почитать. Вот же он. Какой же он здоровый, просто какой-то средневековый замок, если угодно. Сделанный из каких-то блоков по типу кирпичей. Кстати говоря, этот музей насчитывает неплохое количество дарвиновских экспонатов. Может, я наконец-то узнаю, почему Дарвин думал, что человек произошел от обезьяны, а не от инопланетян и не из воды вышел. Может, там какую-то человекоподобную обезьяну в сосуд затолкали, как в Кунскамере у нас в Санкт-Петербурге. Посмотрим. Это интересно, как минимум. Ах, товарищи, какой запах от этого карамелизированного арахиса и миндаля, которые продают на всех углах. Знаете, как в Париже, может быть, жареные каштаны популярны, так тут вот этот арахис недорого, вкусно. Ну, насчет пользы для ваших зубов и для вашего организма, не знаю. Посмотрите же на один из главнейших катков города, который находится в музее естественной истории. Мне кажется, он реально самый большой из тех, которые я видел, у Таура, там еще где-то. Может быть, в Гайдпарке побольше. Я еще не был на главной ярмарке города. Это действительно очень симпатично. Надо узнать цену вопроса. И, может быть, я сегодня, как говорится, покатаюсь на конечках в Лондоне. Это одна такая мечта была небольшая. Знаете, у меня была мечта в Нью-Йорке, в центральной парте, прокатиться на лодке на весельной. В ней это фото сделать. А тут мечта вот именно на коньках покататься. Но одному как-то обломно было. Все, думал, компанию найду. Но нет, значит, пойду сам, буду кататься. Ладно, мы уже подходим к этому здоровому замку, красивому. И прямо возле него стоит карусель. Ну, не чудо ли? Вот с чем у вас ассоциируется ярмарка именно какая-то? Может быть, рождественская ярмарка. Может быть, обычная, американская или английская. По-любому там должна быть карусель. Очередь на вход довольно большая. Как в Диснейленд или на какой-нибудь аттракцион. Стоять, наверное, около получаса. Ну, может быть, поменьше, плюс-минус. Очередь быстро двигается. Так что мы с вами посмотрим. Думаю, не будем долго стоять. Насчет съемки внутри я не знаю. Возможно, внешние микрофоны надо будет отключить. Возможно, вообще не разрешат снимать. Можно будет только фотографировать какие-то экспонаты. В любом случае, после посещения я вам все обязательно расскажу. Если не покажу, то расскажу. Все такие, блин, стоять 15 минут. Ребята, это не очередь. Я, как человек, прожил два года в Китае. Я вам честно заявляю, я видел похуже. Я видел намного хуже. Я прикреплю видео. Посмотрите в правом углу по ссылочке. Перейдите, посмотрите, какие бывают очереди. И вот это вот. Это не очередь, друзья. Бывает намного хуже. Музей естественной истории – это один из крупнейших и известнейших музеев мира, который расположился на улице в Южном Кенсингтоне. Архитектурный проект был разработан Фрэнсисом Фоуком, где фасад здания выдержан в романах в изнатийском стиле. Возник же он в Лондоне, благодаря частной коллекции Ганса Слоана, который был известным доктором, занимался естественными науками, а также собирал интересные экспонаты, которые после его смерти он завещал нации, с чего и началось становление музея. Музей наиболее известен по его коллекции стилетов динозавров в центральном зале, в том числе знаменитым стилетом диплодока длиной 26 метров, а также интересной механической моделью тираннозавра. В зоотлической части располагается 30-метровый кит. Если посмотреть на общую коллекцию, то она включает в себя более 80 миллионов экспонатов, включая метеориты. И вам все время будет казаться, что сцены в Хогвартсе из фильмов о Гарри Поттере снимали именно здесь, ну или же фильм «Ночь в музее». Музей состоит из двух частей – исследовательской и выставочной. Если с первой все понятно, там ведут работы и какие-то серьезные исследования, то выставочная разделена на зоны по цветам. В синей всегда многолюдно. Здесь собраны динозавры, рептилии, морские животные и млекопитающие. В зеленой зоне – птицы, насекомые и растения. Красная зона посвящена геологии и минералогии. Коллекция камней и минералов превышает 500 тысяч экземпляров. Есть даже макеты вулканов и смоделированные землетрясения. В оранжевой зоне находится центр Дарвина и сад дикой природы. В музее работают лаборатории и даже маленькие дети могут поучаствовать в экспериментах, не заплатив ни фунта. Вход в музей также свободный, но приветствуются пожертвования. Мир динозавров в музее естественной истории просто захватывает дух. Я с детства читал энциклопедии, смотрел фильмы и боялся, что когда-то ученые их смогут возродить. Если бы мне в то время сказали, что вскоре я смогу лично дотронуться до настоящих зубов и скелетов, которым без малого миллионы лет, я бы как минимум рассмеялся. Конечно, этот ролик снимался до пандемии и сейчас сама мысль, что каждый трогает тот зуб, а потом его трогаешь ты, кажется сомнительной. Но все пройдет, а скелеты останутся. В здании музея также можно ощутить себя в небольшом японском магазинчике при землетрясении. Вы встаете на специальную платформу, которая начинает двигаться, товары почти падают с полок и так далее. В результате ты учишься и узнаешь на практике. Здравствуйте, дорогие мои хорошие! Лондон довольно загружен в рождественские праздники. До Рождества остаются считанные дни, дней 20, дней 18 точнее, если быть точным. И я пришел к вам показать один из главных гипермаркетов или супермаркетов. Короче, место, где продаются дорогущие бренды, как у нас ГУМ или ЦУМ в Москве. Это место обычно очень хорошо украшается к различным праздникам. В общем, смотрите. Реально очень напоминает Красную площадь в Москве.